Всем привет, с вами Android Google Channel и сегодня я расскажу вам о прошивке от команды C-Nagin Mode Android 5.0 Lollipop на аппарате Sony Xperia ZF. Итак, поехали! Для начала расскажу об интерфейсе этой прошивки. Думаю, многие знают, как выглядит Google Nexus 5. Здесь тот же случай, тот же Google Android, без всяких фишек, как в компании-производителе. Плавность и легкость работы. Ничего лишнего, но в принципе это на любителя. Некоторым нравится белый фон, некоторым не нравится. Некоторые любят черный, так как он выглядит более элегантно. Но я думаю, что в скором времени тут появится такая функция, сменить фон. Следующим пунктом мы рассмотрим интерфейс на экране блокировки. Тут, как всегда, все просто, да и вроде оформлено достаточно хорошо. Если посмотреть на центр экрана, то перед нами расположены часы. В большом шрифте, что очень удобно для повседневного пользования. В левом нижнем углу расположен виджет приложения «Телефон». Так, не сразу его удается поймать. То есть его слева направо нужно свайкнуть. А в правом нижнем углу расположен виджет быстрого доступа к камеру. Ну, тут я думаю, все понятно. На верхней стороне экрана расположена строка «Состояние». Ну, как будет, в принципе, в обычных смартфонах, Android-смартфонах. Если у вас стоит графический пароль, то он будет расположен не как в официальной прошивке, на виду, а как, то есть для начала вы должны свайкнуть снизу вверх, то есть как раздукирует, только тогда он появится. И только тогда он потребует у вас графический пароль. Ну, здесь вроде все. Далее рассмотрим мы домашний экран. Ну, в принципе, здесь все так, как в обычном Android-е, только если нажать на экран и удерживать, то у нас появится дополнительное меню, которое позволяет изменить вам строку, добавить вам строку поиска, изменить размер сетки, изменить значки, что в свою очередь очень удобно также для пользования смартфоном. То есть больше настроек это позволяет больше настраивать под себя. Вот за это я тоже очень люблю Android, и очень большой плюс. В самом меню ничего особенного нет, только вот думаю, не только мне не нравится этот белый фон, но раньше он был какой-то прозрачный и придавал больше изячности прошивке, то есть когда было 4.4, то есть от компании CinegenMod, команда CinegenMod 4.4, там было как-то более-менее все это красиво. В меню настроек добавлено много различных функций, такие как пробуждение кнопкой громкости, выключение экрана двойным тапом, переключить трек удержанием клавиши громкости и много различных других функций. Камера у нас не изменилась, то есть, но пропало многочисленное количество настроек камеры. Это у нас сейчас передняя камера, делаем ее на заднюю. Так вот. Пропало многочисленное количество настроек, как я уже и сказал. То думаю, не каждому по душе. Но я думаю, на этом все. Если это видео наберет 30 лайков, то я выложу подробную инструкцию, как прошить этот аппарат на эту прошивку. С вас требуется подписка, ставить лайки, вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на мой Twitter. Всех до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!